Жила-была в лесу гадкая морковка. Никто никогда ее гадкой не называл, но она считала себя именно такой. Однажды шел по лесу дядя Коля, увидел гадкую морковку и удивился. Ого, морковь в лесу выросла! Откуда ты взялась? От верблюда! Блякнула морковка, ведь она была гадкая. Но это мы сейчас проверим. Дядя Коля ничуть не обиделся, присел на корточки и стал внимательно осматривать морковку. Ей стало неловко, но тут она вспомнила, что она гадкая, и крикнула «Иди отсюда, дядя! Нечего на мне дышать, прическу портить!» «Ого, а ты умеешь за себя постоять! Умница!» Неожиданно похвалил дядя Коля морковку. Тут даже морковь совсем растерялась. Она просто не знала, что ответить. Но дядя Коля вдруг сказал «Послушай, тебе не скучно тут? Поехали в мой огород!» Морковка забыла, что надо ответить что-нибудь гадкое, и спросила «А что мне у тебя делать?» «Погостишь, не понравится, обратно отвезу. Выкапывать тебя буду осторожно, не бойся!» Морковка пожала бы плечами, если бы они у нее были, и согласилась. Следующий день был необычайно гадким. Солнце палило нещадно, и от пыли дышать было нечем. Но гадкая морковка гордо восседала в толсто-бумажном пакете с мокрой землей и думала, что путешествует как королева. Они вышли на нужные станции и дошли до высокого дощатого забора. Ей стало вдруг страшно. «Я гадкая, вези меня обратно!» запищала она. «И не подумаю, я сам гадкий!» Ответил дядя Коля и посадил морковку в большую пышную грядку. И она снова почувствовала себя королевой. А потом пришла осень, но морковку не выкопали, а оставили на семена, потому что она оказалась какой-то диковинной морковкой еще неизвестной науке. А еще выяснилось, что морковка вовсе не гадкая, а просто с характером. У всех знаменитостей непростой характер. За это их и любят!